День альпиниста Я узнал об этом празднике, о том, что он именно сегодня, только благодаря вашей программе. Потому что у альпинистов как-то не очень распространено отмечать этот день, как ни странно. Некоторые отмечают, некоторые нет. Ну вот так вот, поэтому и получилось. И это при том, что праздник учрежден уже очень давно. В 1786 году его учредили после того, как на высочайшую вершину Альп, насколько я знаю, поделись на Монглан. Да, да, да. У нас всегда это преподносилось как день основания альпинизма. Мы считаем, что до этого дня альпинизма не было. После этого дня альпинизм начался. А сейчас вот как-то оторвали этот праздник от этого факта, что человек поднялся на вершину. Просто, знаете, там бывает день пива, день альпинизма. Ну и как-то вот из-за этого люди не придают сейчас этому серьезного значения, альпинисты особенно. Но мы придаем. И я знаю, что у Юрия Висбора есть такая песня альпинистов. Это гимн своего рода, наверное. В горах слушают эту песню? У него много песней про альпинизм. Это одни из лучших песен. До сих пор их под гитару везде, естественно, слушают. Ну там, где гитары можно затащить, естественно. Ну вот в песне альпинистов есть такие слова про горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. У меня вопрос. Что вы для себя нашли в горах, и с чего вообще началась любовь к горам? И вы поняли, что покорять вершины – это ваше. Ну, знаете, прежде всего я начинал заниматься альпинизмом еще в Советском Союзе. То есть в 1986 году. И тогда меня привлекал не столько сам факт, что я поднимусь когда-нибудь на красивые горные вершины, сколько атмосфера, которая царила в той секции, куда я тогда пришел заниматься. Там в первую очередь ценились такие качества, как самоотверженность, желание помочь товарищу. Естественно, надо иметь совесть в высшем понимании этого слова. Сам погибает, товарища выручает, а мы с тобой до конца и так далее. И люди, которые этими качествами не обладали, их тогдашняя советская система отторгала. Их не принимали. А люди, которые обладали этими другими высшими свойствами личности, их наоборот. У них был хороший спортивный рост, они безопасно ходили в горах. И меня привлекало именно вот это. Ну а когда все это происходит еще на фоне красивых восхождений, то вообще замечательно. В основном я начал заниматься альпинизмом только из-за того, что мне нравилась компания, нравились люди, которые этим занимаются, нравилась атмосфера. А ваши близкие, родные как относятся к этому? Уже даже не хобби, не профессии, как увлечению. Ну, жена сама имеет третий разряд по альпинизму. Дочка собирается закрывать второй разряд по альпинизму. Все понятно. Да, то есть как-то с пониманием они относятся. Тогда у меня такой вопрос. Сколько вы лично покорили гор и какие? Ну, скажем так, не покорил ни одной, а поднялся больше, чем на 90 вершин. Дело в том, что альпинисты не любят сами по себе слово «покорил гору». Ну, что такое «покорил» в общепринятом смысле? Это вот какое-то противодействие. Кто-то тебе там сопротивлялся, а ты доказал, что ты сильнее кого-то, и как бы кого-то тебе по себе подчинил. А в альпинизме это, не побоюсь сказать, запрещено конфликтовать с природой. Мы просто получаем удовольствие от гармоничного, безопасного взаимодействия с этой суровой окружающей средой. Вот часто говорят, альпинизм – это риск. Это неправда. Альпинизм – это не риск, это наука избавлять себя от риска. Мы не для того людям даем весь этот курс подготовки альпинистов, чтобы они в горах рисковали. Мы их обучаем альпинизму, чтобы они не рисковали в очень опасной и суровой среде. В этом смысл обучения альпинизму. И вот мы и получаем удовольствие от того, что находясь в условиях, где другой человек не сможет обеспечить себе благоприятный исход, может там чуть ли не погибнуть за 10 минут. А альпинист умеет не противодействовать, а так взаимодействовать с окружающей средой, что он просто не рискует. И вот от этого сочетания опасности, и ты в ней не рискуешь, потому что умеешь не рисковать, ты умеешь для себя обеспечить благоприятный исход, от этого мы и получаем основное удовольствие. Скажите, пожалуйста, вот к обучению. Как вы считаете, в нашем регионе, в городе, насколько вообще школа альпинизма развита? И сколько у нас есть? Есть ли они вообще? Есть. Значит, у нас две основных школы альпинизма. Одна из них это клуб «Штурм». А вторая – это школа Ивана Вихимовича Арестова. Но она не то чтобы в Краснодаре, она находится в Гуамском ущелье. Это очень большой плюс, потому что, когда он готовит спортсменов, у него под рукой все основные виды горного рельефа, по которым он должен научить их безопасно передвигаться. Там есть лед, снег, скалы, склоны, марены, террористы. Все там, что надо есть, он за 10 дней готовит отличных спортсменов. Ну, начальный этап подготовки имеется в виду. Ну, то есть вы считаете, что достаточное внимание этому виду спорта удивляет? Или можно было бы еще более массовым его сделать? Делать этот спорт массовым надо обязательно. Но здесь есть одно серьезное препятствие. Альпинизм – это не зрелищный вид спорта. Мы не собираем тысячные стадионы, где каждый, кто приходит, платит какие-то деньги. Даже более того, я вам скажу, грамотно выстроенное и правильное альпинистское восхождение, оно совершенно неинтересно обывателю. Ну, судите сами, человек, ну, группа, когда собрались, куда-то залезли, откуда-то слезли, ничего интересного, да? А вот если бы кто-то там поломал ногу, поморозился, покалечился, кто-то ценой своей жизни его бы спасал, вот это для обывателя интересно. Но мы не собираемся ни в лавины попадать, ни калечиться, значит, только ради того, чтобы это было интересно, значит, наблюдать, и кто-то получал эмоции. У нас задача наоборот – остаться живыми, целыми, здоровыми, несмотря на агрессивную внешнюю среду. Это логично. Да, поэтому у альпинизма нет вот такой зрелищности, как у баскетбола, как у футбола там и так далее. А, извините, у меня нет зрелищности, нету прибыли, а вкладывать деньги туда, что не приносит, сейчас это очень проблематично. Хорошо, но вернемся к зрелищности. Расскажите, пожалуйста, о самой какой-нибудь запоминающейся подъем. Несколько лет назад мы совершили восхождение и заняли первое место в чемпионате Юга России по альпинизму в 2016 году на гору Кирпич. Вот это было одно из самых замечательных восхождений, потому что была прекрасная сильная команда, значит, каждый знал, что делать, было прекрасное взаимодействие, было несколько ночевок на нависающей стене альпинистов, на нависающих стенах ночуют на специальных платформах, которые тащат с собой, потому что там ставить палатку негде. Это было восхождение одной из самых запоминающихся. Ну и, естественно, на одной из самых красивых гор Кавказа это Ужба. Это было в 2012 году по классическому маршруту, вот это я запомнил на все время. Но Эльбрус, то само собой, не считается. Скажите, Андрей, как вы называли уже качества, которые в советские времена ценились у альпинистов, они как-то о ценности изменились? Что сейчас важно у человека, который хочет подниматься в горы? Знаете, к сожалению, изменились. Но те качества, которые были раньше, они очень важны для безопасности. Потому что только группа, где один за всех и все за одного, она способна выжить в сложных условиях. Там, где каждый начинает тянуть одеяло на себя, у этой группы гораздо меньше запас прочности. А сейчас, грубо говоря, в горы лезут люди без достаточной подготовки. Знаете, как вот если посадить за руль автомобиля первого попавшегося человека, он не будет водителем. Для этого надо пройти обучение, получить какую-то там, сдать экзамен. Также точно, если вы оденете в самом дорогом магазине человека, поставите его на лед в горах, все будут говорить, смотрите, альпинист. А на самом деле, чтобы стать альпинистом, надо много лет учиться, сдать экзамены, получить необходимую квалификацию. А вот сейчас люди пришли в магазин, накупили, считают себя альпинистом, лезут. Ну и не всегда это хорошо заканчивается. Скажите, пожалуйста, а у альпинистов с образованием, которые сдали экзамены, есть какие-то суеверия, какие-то традиции перед восхождением? Ну есть, да, передаются. Например, считается, что если в горах было две критически опасных для жизни ситуации, когда удалось выжить, скажем так, чудом, то третий раз лезть в горы не надо. Считается, что горы гуманны, дважды предупредили, в третий раз уже сам виноват. Ну есть такие горы, на которые нельзя ходить больше одного раза. Там считается, что вот это вот не совсем хорошо. Ну, остальное... Все понятно, очень много своих таких нюансов. Скажите тогда пожелания в день альпиниста тем, кто хочет им стать. Ну, первое, что нет ничего невозможного. Самое главное, что вы должны, это грамотно и трезво себя оценить и начинать приобретать те качества, которых у вас не хватает, чтобы совершить то или иное восхождение безопасно. А вот не считать себя каким-то там супергероем, который может абсолютно все. Горы этого не прощают. А для этого необходимо тренироваться в том же клубе «Штурм», который у нас, значит, под Краснодаром, у Ивана Ефимовича в школе. И, пожалуйста, дорога дальше открыта. Спасибо вам большое, что сегодня пришли. Мы же вам в этот праздник желаем все-таки безопасных подъемов. Всегда рады встрече. Спасибо, что пришли. А я напоминаю зрителям, это была программа «Город.зрение». Смотрите нас по будням на телеканале «Краснодар». Всего доброго.